Между тем, мы встречаем первого гостя, если бы точнее, первую гостью в нашей программе. И персонаж этот в каком смысле и неожиданно, и необычный. Валентина Меньшикова, прошу любить и жаловать, пармастериста, стонтерапевт, преподаватель массажа. Ну, основное ваше место работы, я так понимаю, это всё-таки баня. Вот какие-то такие процедуры? Ну, вообще основное место работы у меня это массаж всё-таки, преподавание. Понятно. Валентина, есть небольшая история вашего появления, предыстория вашего появления. Дело в том, что я, ну, не то чтобы фанат бани, но посещаю её регулярно. Раз в неделю, это точно. И вот там, в бане, сложился определённый мужской коллектив. И я проанализирую, вот в ближайшее время, говорю, к нам в программу придёт женщина, которая вот... Ну, я просто даже не знаю, как вот... Банщик, это понятно. Есть женский аналог, вот как это называется? Конечно, пармастерица. Пармастерица, вот. Я говорю, к нам придёт пармастерица. У ребят, в смысле, с которыми мы ходим в баню, это вызвало неподдельный интерес. Вот прямо сейчас там и у Кранов уже сформировался небольшой ваш фан-клуб. Но я просто так сказал, ребят, надо посмотреть. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь и меня, и ребят, которые собрались у Крана, интересуют нюансы и отличия работы. Как работает банщик, нам, в принципе, понятно. Всё-таки это история, которая подразумевает и здоровье, и выносливость. Работать веником в экстремальных условиях – это, я скажу вам, довольно серьёзная энергозатратная работа. Как вы держиваете? И есть ли у вас какой-то особый режим? И чем вообще нюансы, отличающиеся от пармастерицы и вот банщика? Есть, конечно, существенные нюансы, есть разница между пармастером мужчиной и пармастером женщиной. Женская баня, она, конечно, как и женщина, она намного мягче. Прогрев идёт намного дольше. Работаем с другими инструментами, не такими, как мужчин. И, конечно, температурный режим тоже разный. То есть у женщины это 50-60 градусов температура. Мужчины могут достигать 70-80, не более градусов. Но, тем не менее, температура больше. И если вы женщина, лучше ходить к пармастеру, конечно, женщине. Это лично моё мнение. То есть мужчины ходят к мужчинам-пармастерам, женщины ходят к женщинам. Так, повелось, согласен. Но у вас вот чёткая специализация. Вы работаете с женщинами. Я работаю, да, с женщинами. И это 99% женщин. Иногда я беру работу мужчин. Но это, как правило, мужья моих гостей. Могу понять. То есть моих женщин, которых я парю. Я так понимаю, что, ну, поскольку у вас основная действия, всё-таки-то массаж, то массаж в бане – это такая история, которая… Как её вообще когда пройти? До, после, во время? Во время. Во время, да. Как это происходит? Тело разогревается и, соответственно, делается уже на мягкие мышцы массаж. Он намного лучше заходит, чем на суше, такой массаж, потому что мышцы пускают легко в свои ткани, и можно достичь лучшего результата, если делаете массаж в бане. Давайте поговорим об инструментарии. Что он нам принес? Как правило, работаю… Это точно отсюда? Да, это точно отсюда. Это не для вязания. Это женский клубок. Женщина ложится на него животом. И проминает хорошо кишечник, маточку запускает. То есть улучшается кровоток. Это причём один из самых мягких инструментов. Есть ещё мячики намного жёстче. Ясно. Вакуумная банка. Всем женщинам она знакома для работы с антицеллюлитным массажем. И работы со спиной. Это, конечно, виходка, который приток крови. Мы улучшаем. Можно вашу руку? Да, у меня вот такая где-то есть. Но она, конечно, пожёстче за вот такой мягкий женский вариант. Это мягкий женский вариант. Это, конечно, травяные мешочки, либо мешочки с другими наполнителями. Например, с солью розовой крымской. Масло. Соответственно, масла берём самые лучшие, холодного отжима. Для того, чтобы в бане хорошо напитать кожу. Уптаны, скрабы. Ну и, конечно, сейчас такой тренд – это гвозди. Гвозди? Гвозди в бане, да. Гвозди в бане. И у нас гости встают на них. Очень хорошо запускает работу лимфотока. Слушайте, я не представляю. Мне рукой трудно. Как на это можно встать? Вчера буквально на эти гвозди вставал мужчина. И он вставал на них три раза. Я скажу, что женщины не встают. Встают один раз. Мужчин их не жалко. Можно и на гвозди. Это очень хорошая аскеза, очень хорошая тренировка стоп. И запуск вообще всех органов, работы органов через стопы. Потому что стопа – это проекция всех органов. Понятно. Но как на них встать? Это же невозможно. Я выступаю как проводник. Я поддерживаю в этот момент. То есть встать только с вашей помощью? Первые разы, да. Лучше с моей помощью встать. Понятно. Это как-то воздействует благотворно на организм? Вообще абсолютно на все органы. Так как на стопе находится проекция всех органов. Ну а какая-то банная классика. Значит, вы, веник и человек горизонтально на полке, на полке. Банная классика – это, конечно, обычные банные процедуры. Там знакомство с паром первое. Конечно же, все приемы четверки, восьмерки, которые мы крутим, показываем, как мы умеем в бане. Но, как правило, с женщиной эта проработка глубокая. Понятно. Очень глубокая. Значит, мы люди простые, к гвоздям, наверное, еще не готовы. Может быть, пару бытовых советов. Оптимальный режим похода в баню – когда, сколько раз в неделю ходить. С чего начинать? Идеальный веник. И сколько заходов можно сделать за один раз? Ну, за один раз, за один поход в баню можно сделать около десяти заходов, в зависимости от того, сколько вы будете находиться. Понятно. Веники лучше выбирать, конечно, профессиональные. Должна быть удобная ручка. И нужно знать, где их брать, нигде попало. Любой пармастер вам подскажет это. У нас есть свой банный сайф. Березо, дупаси на ель. Очень много видов веников, экзотов. И малина, и черемуха, и вяз, и черноклен. Очень много. Конечно, лучше заходить аккуратно. Поэтому можно много раз. Температурный режим, влажности режим. Плюс в баню можно ходить два-три раза в неделю, если вы правильно туда ходите. И сделать это частью вашей жизни, а не просто ритуалом раз в неделю, раз в месяц. И, конечно, это соблюдение банного режима, безалкогольная баня должна быть обязательно. Много питья и никакой еды тяжелой. То есть должна быть очень легкая еда. Идет очень сильная чистка организма в бане. В общем, на лайте, друзья мои. Без переедания, без соответствующих напитков, которых Валентина совершенно конкретно упомянула. Ну и, конечно, с удовольствием, с настроением хорошим. И профессионал вам в помощи, если желаете еще больше проработать вопрос отличного самочувствия.